Ой, ну что, приветствую вас, мои ароматные дырочки. Мы сегодня с вами в интимной такой вот обстановке. Я в таком вот пеньюарчике, чтобы вас обучать, чтобы вам донести сегодня очень важную, очень важную тему, которую все замалчивают. Для этой темы мне понадобится реквизит из моей личной коллекции. И мы сегодня будем с вами говорить о очень щепотильной теме. Ароматы для похода к гинекологу, к врачу, к терапевту, к всем тем, кто имеет доступ к вашему личному пространству. Поэтому реквизит мы пока что отложим. И я вам, вас начну посвящать в эту тему. Повешу его на софтбокс. Короче, все мы с вами, девочки, ходим к гинекологу рано или поздно. И, как я в последнее время думаю, мало просто помыть. Надо еще и оросить. Надо дать хорошее настроение врачу, чтобы, знаете, чтобы он не думал, что у вас там просто писька, а что-то большее. Что вы заботитесь о своем интимном туалете. Даже у Герлена есть аромат для нижнего белья. И он до сих пор в продаже. Вот так там. Прочекайте эту тему. Это интересно. И у меня сегодня я подготовил для вас 5 ароматов, которые подходят, на мой взгляд, к этому действу. Ну что, давайте начинать. Все эти ароматы для похода к гинекологу, к врачу, вы можете купить с 10% скидкой на сайте РНДВУ. Воспользуйтесь моим промокудиком 10 квасен. И купите эти шикарные ароматы со скидочкой. Подешевле. Гинеколог вам скажет спасибо. Давайте начинать. Первый аромат. Перчинку я вам оставлю на конец. Первый аромат для похода к врачам особой специальности это Интуишн от Эсти Лаудер. Интуишн. Это нежнейший аромат с неролями и с лимонами. Он очень тонкий. Я вам вообще не рекомендую наносить на трусики что-то тяжелое, что-то с такой вот ноткой, животной ноткой. Но, как я вам сказал, аромат для стервочек я оставил вам на конец. Вот я вам предлагаю что-то тонкое, эфемерное. Просто добавить флёр. Нотку флёра. Нотку такой вот неосязаемой красоты. Обонятель. Давайте я вам сразу покажу, как наносить бельё, ой, как наносить аромат на трусики. Вот мой экспонат. Мои любимые. Они были на мне сейчас. Пришлось их снять. Смотрите, как мы наносим. Это очень важно. Не надо наносить прям вот так вот. Прям вот так вот не надо. Смотрите, учитесь. Пять пшиков воздуха. Раз, два, три, четыре, пять. И трусиками. И собираем. И собираем этот божественный нектар. Собрали. Всё. Вот собрали всё. Всё. Они будут пахнуть сто лет. Просто. До следующей стирки. Если вы нанесёте прям вот так вот. И наденете. Вы заработаете ожог письки. Вам это надо. Ну, спирт, все дела. Все мы знаем. У нас у девочек эта зона очень чувствительная. Спирт сразу начнёт действовать. И будет ожог матки. Нам ожог матки не нужен. Поэтому делаем, как я говорю. Интуишн. Ну, шикарный аромат. Именно тонкий. То, что надо. Используем трусики, как блоттер. Белиссимо. Сжатая. Идеаль. И что я говорю. Этот аромат, он славится тем своими тончайшими лимонными оттенками. Которые переводят нас в какой-то, такой вот знаете, лимонный сад. С цветами лимона. И всем такими. Очень красиво. Супер. Следующий аромат, который я вам хочу посоветовать. Это для дорогой дамы, которая хочет показать врачу свой достаток. Чтобы заплатить больше. Чтобы он вам, если вам понравился, вот ваш гинеколог. Вы можете специально ему дать такую почву для размышления. Вот. Это аромат. Рожа. Рожа. Энигма. Он пахнет дорого. Если вы запали на своего гинеколога. Часто это бывает симпатичное мужчина. То вы можете пользоваться этим ароматом. Он сразу почувствует достаток. Что от вашего белья пахнет достатком, богатством. Розой, цветами, ландышем. Ну, все понимают, что это дорого стоит. И он вам назначит 350 дополнительных посещений. В которые в один из них вы можете намекнуть. Типа, господин гинеколог, вы мне так нравитесь. Не хотите испить чашку кофе. Такой, знаете, намек на свиданочку. Этот аромат, это просто супер. Букетиша дорогих цветов. Шикарно. Просто анрию. Боже, я сегодня такая вебкамщица. Такая милфа. Энигма супер. Рекомендую. Обожаю его. Два дня сейчас в нем хожу. И на трусики, и на себя. Шикарный букет. Дальше. Дальше, если вы хотите, знаете, чтобы показать, создать вид, что у вас, знаете, что вы не просто какое-то тело. Вы не просто плоть. У вас не просто писька, а ягодка. То для этого, чтобы все думали, что у вас не писька, а ягодка, это экснехила свит морфин. Смотрите, это очень красивый аромат. Экснехила свит морфин. Как вы его наносите, я вам рекомендую и на себя наносить, и на одежду, и на трусики. Если мы идем к узкому специалисту, если мы идем к узкому специалисту, то нужно наносить на все, понимаете, наверное, да? Это ягоды, это цветы ягод, это ирис, и все хорошо. Вот знаете, вот реально, я вот его нанес на руку до съемки видео. Это такая приятная штука. Вот я завтра пойду к гинекологу. Мне кажется, я нанесу этот аромат, чтобы он покопался во мне, и нашел там эту загадочную ягодку, вот, на которую я намекну этим ароматом. Но все мы знаем, что врачи, они не стягиваются с вас трусики, но я вам предлагаю сделать это перед ним, то есть вы ложитесь на вот это кресло в трусах, вот, чтобы он это увидел, сказал, женщина, снимите трусики, у нас тут голыми лежат. И вот я, ой, забыла. Ну знаете, нотка кокетства, она никогда не помешает. Вы же не просто женщина или баба, как любят говорить, как вы любят говорить, вы всегда девушка. Нотка кокетства, она никогда не повредит. Вот такая, ой, забыла, завертелась. И прямо перед ним, так и вах, одним движением руки снимаются эти трусики, просто сжах. И вот этим вот движением до него доносятся вот эти вот ароматы, вот эти прекрасные ароматы. Это очень женственно. Вы представляете, вот бедные гинекологи, вот к ним приходят с мытыми, ладно, письками, ничем не пахнет. Но ему уже надоело смотреть на эти письки. Вот есть вот два вида. Они пахнут писькой, и они не пахнут. Просто ничем. Так вы будьте третьим видом. Пусть у вас духами пахнет. Представляете, как будет доволен гинеколог. Он вам все по красоте сделает. Зеркало без боли все сделает, без комплимента, шутки будет говорить. Вы же повысите настроение к гинекологу. Это правильно. Вот с этим ароматом ирис, ягоды, цветы ягод. Просто одно удовольствие. Завтра его надену на сайт Рызаке. Дальше. Дальше это аромат такой вот супер универсальный. Ред Гибискус. Он Джо Малона. Знаете, при чем? Джо Малон, в принципе, все ароматы, они подходят для этой цели. То есть, смотрите, это очень, это очень приятный, такой вот сладкий, конфейный, чайный аромат. С неролями. Это сразу такой, знаете, аромат чистоты, лета, весны. Потом выходят такие вот белые цветы, безобидные. Очень приятно. Знаете, то есть, здесь есть и жасмин, и флёр д'оранж, и цветы апельсина, грейпфрутовые такие вот нотки. Это супер универсалочка на бельё. Вот, то и знаете, если вы не знаете, чем пшикнуть, если вы не подозреваете предпочтение вашего гинеколога, то вот этот аромат, это будет супер. То есть, знаете, очень приятная такая вот чайно-фруктово-бело-цветочная композиция. Очень приятно. Кстати, напишите в комментариях, чем вы пользуетесь к врачам. Чем вы пшикаетесь к врачам узкоспециалистам и просто там к терапевтам. Поняли? Все эти ароматы можно носить и к терапевтам. Они, они не волнующие. Они спокойные. Они красивые и женственные. Вот. Но я вам предлагаю их и на бельё тоже наносить. Джамалам просто красота. Дико советую. И дальше, как я вам обещал, выбор для стервищек. Если вы такая девочка с перчинкой, если вы женщина с изюминкой, если вы знаете себе цену, если вы понимаете, что хотите от жизни, если вы хотите завладеть всеми мужчинами на планете, я вам предлагаю пойти ва-банк. Я вам предлагаю выбрать Палому Пикассо. Классический аромат. Вот это вот очко, вот это очко смерти, которое смотрит, будет на вас. Это сразу идёт параллель, на что похоже, сразу все всё понимаем, сразу все всё понимают, на что похоже. Я вам предлагаю тоже это нанести. Это животное нота, активатор феромонов. Да-да, девочки, когда вы его наносите, мужчина, он превращается в собаку-ищейку и начинает искать этот аромат. Ну, знаете, как собака носом книзу ходит, нюхает всё. Вот так же все мужчины, они будут просто за вами охотиться. Если вы сокрушаете, если вы охотница за головами, за головками, то этот аромат будет шикос. Короткое описание. Тут роза, тут нарцисс, тут ландыш, гландыш, тут всё есть, и самое главное, тут самое большое количество животных нот по сочетанию вообще всего. Но в совокупности это звучит красиво. То есть тут и струя бобра у нас, и какашки лося, и саки кошки, и человеческие саки, и трёхгодичные пелёнки обусранные. Но это всё в огромном утопающем букете цветов. То есть это, знаете, очень животные ноты, такие копрофильские даже, в огромном букете цветов. То есть знаете, так вот с первого взгляда очень красиво. Но когда начинаешь погружаться в эту симфонию свинга, сразу понимаешь, что это уже игра по-крупному. Это не шутки, это серьёзно. И для дамочек, которые охотницы, я могу посоветовать Палому Пикассо. В общем-то всё. Это моя подборка из пяти ароматов. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой телеграм-канал Парфюмерная ссылка. Ссылку найдётся в описании, в закреплённых комментариях. Пользуйтесь моим промокодиком на рандеву. И пишите комментосы, чем вы пользуетесь крачем, какие ваши истории про посещение гинекологов и орошаете ли вы свои трюсики так, делаю это эйян. Вот так вот. И прочекайте историю про герлен, потому что герлен именно начал эту историю. Ароматы для нижнего белья. Всем пока, спокин-ноки. Люблю, целую, пока целую целлюлит, всегда ваша васильда.